Привет, Казань! Сегодня в студии Роман Даров. Давайте вместе узнаем, как проходят студенческие будни. Сегодня в выпуске. Работу приемной комиссии обсудили на состоявшемся ректорате Казанского федерального университета. КФУ и Ассоциация юристов России подписали соглашение о взаимодействии. Конфликт в Сирии в ударе по авиабазе в Хомсе винят Израиль. На состоявшемся в КФУ очередном заседании ректората обсудили шесть вопросов, большая часть из которых затрагивала работу приемной комиссии. Подробности расскажет Аделя Шемилова. 9 апреля состоялось очередное заседание ректората. Перед началом работы ректор КФУ по традиции вручил грамоту победителю премии «Профессор года». В национальной номинации в Приворском федеральном округе. Им стал заведующий кафедрой конфликтологии доктор политических наук Андрей Большаков. Большая часть вопросов по веске дня затрагивала работу приемной комиссии. Ректор напомнил собравшимся, насколько важно работать на увеличение не только количества абитуриентов, но и качества. Самый главный вопрос сегодняшнего дня – это вопросы, связанные с подготовкой университета к приему студентов 2018 года. Это самая большая задача – набрать контингент талантливых студентов. С основным докладом по первому вопросу выступил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Он отметил готовность к работе в обновленном формате. С 18 мая в Униксе будет открыта промо-стойка приемной комиссии для консультации абитуриентов и их родителей по вопросам, связанным с приемом. Также там мы подготовили рекламные растяжки, которые будут выставлены к этому же сроку. Определены места дислокации технических секретарей, сняты и размещены на сайте в виде инструкции для подачи документов из страны СНГ особенно. И на закупку у нас выдано все необходимые оборудования. Выслушав доклад, ректор КФУ озвучил поручение провести полноценные исследования образовательного рынка. Далее участники заседания заслушали доклад о планах на новую приемную кампанию директора химического института имени Бутлерово. Как отметил докладчик, по результатам прошлого года институт все показатели выполнил. Теперь цель подразделения – увеличить долю иностранных студентов к 2020 году до 20%. Продолжил тему директор института физики Сергей Никитин. Он доложил о динамике качества приема в свое подразделение за последние годы. Также теме привлечения российских и зарубежных абитуриентов был посвящен доклад про ректора по внешним связям. Первое, значит, получил одобрение ректора – это то, что мы работаем с абитуриентами, как работаем, как документы оформляем в одно окно, как он говорит. То есть сосредоточить в одном месте, а вот ректор вообще предлагает совершенно уже, как говорится, прямо в деревне универсиады это сосредоточить. Ну попробуем это делать. Затем ректора рассмотрел вопросы, обязательные к обсуждению и перед вынесением на заседание ученого совета. Среди них в частности обсудили изменения в организационной структуре высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Для оптимизации ситуации предлагается создать две кафедры – национальных и глобальных медиа, и телепроизводства, и цифровых коммуникаций. Медийная среда является одной из самых динамичных, быстро развивающихся. Очень быстро меняются вызовы на рынке, да, и хотелось бы действующую структуру высшей школы привести в соответствие к тем вызовам, которые нас на медиаполе ожидают. Завершая ректорат, проректор по научной деятельности Денис Нургалеев отметил работу диссертационного совета. Важной новостью сообщения стала возможность получения официального документа государственного образца. Аделья Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. Между Казанским федеральным университетом и Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России подписано соглашение о сотрудничестве. Подробности далее. Ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров и председатель Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Эльдар Халиков подписали соглашение о взаимодействии в области оказания юридической помощи населению. Наиболее часто возникающие вопросы у населения связаны с правами на имущество и правом собственности. В работе Ассоциации участвовали сотни юристов по всей республике. Юридическая помощь оказывается не только в Казани. Организовываются и выезды в районы. На 2018 год запланировано 12 таких выездов. Также в этом году запланированы проекты на телевидении, направленные на юридическое просвещение населения. Как показала практика, на некоторые вопросы эффективнее отвечать в телевизионных программах. Мы можем предоставить собственное телевидение, не ради, которое сегодня обещает круглосуточно. Это выгодно, наверное, и членам Ассоциации, и выгодно и университетам, поскольку все эти темы интересные, злоботненные, о которых будут говорить члены Ассоциации, они тем самым больше притянут внимание и слушателей, и тех людей, которые смотрят наше телевидение. Это, наверное, будет интересным и для наших студентов и преподавателей. Документ закрепил уже наработанные университетами Ассоциации модели взаимодействия и расширил рамки совместной деятельности. Эксперты КФУ уже участвуют во всех проектах Ассоциации. Соглашение для Казанского федерального университета открывает новые возможности для проникновения различных областей знаний друг в друга. Артем Тупичкин, Дмитрий Варламов, Универньюз. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. 10 апреля в ИТИСКФУ состоялись соревнования «Лего-роботов». Студенты 4-го курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета уже не в первый раз создают из обычного конструктора роботов. В информационном агентстве «Татарный форум» ученые Казанского федерального университета презентовали сборник столетию образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. В IT-парке прошел финал конкурса лучших школьных и студенческих проектов «Диджитал Стар». Конкурс направлен на развитие молодежного цифрового предпринимательства. Диана Шилова, Дарьяна Храбрецова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 9 апреля прошло сразу два совбеза ООН. Действительно, элистерийский конфликт перерастает в широкомасштабный военный конфликт. Олег Кашин попытался разобраться в ситуации. 7 апреля целый ряд западных государств обвинил власти Сирии в использовании химического оружия в Восточной Гуте. Эта информация поступила от неправительственной организации «Белые каски». Информация от этой организации не всегда подтверждалась, но страны Запада склонны доверять этому источнику. Информацию об использовании бомбы с хлором в городе Думе опровергло как правительство России, так и Сирии. В добавках к большей эскалации конфликта 9 апреля военно-воздушные силы Израиля совершили авиаудары по сирийской авиабазе Т-4. Комментариев Израиль пока не дает. В телеграм-каналах есть информация о том, что Израиль пошел на этот шаг под влиянием Соединенных Штатов Америки, своего давнего союзника. Проблема химического оружия, которое, так сказать, Запад пытается обыграть, проблема несомнений прав человека, ну и целый ряд других причин, которые находятся для обвинения в Сирии, они как бы являются действием инструментом, в первую очередь, для того, чтобы воздействовать на Россию, а во-вторых, чтобы реализовать собственные цели Запада. И вот, как бы, вот эта совокупность нескольких факторов, она привела к тому, что Израиль совершил вот этот акт, так сказать, и последствия его будут очень, конечно, серьезными. 9 апреля провели сразу два Совета безопасности и Организации Объединенных Наций. Первый Совет был посвящен предполагаемой химической атаке, инициаторами выступили страны Западной коалиции. Несмотря на то, что все дипломаты пожали друг другу руки, риторика была жесткой. США приняли позицию мирового жандарма и уже грозятся виновникам. Об этом заявил Василий Небенди, постоянный представитель России при ООН. Впрочем, риторику изменили не только дипломаты, но и Дональд Трамп, чьи речи становятся жестче. Президент США примет решение о военной операции против решима Башара Асада в течение 24-48 часов. Эксперты допускают даже удар США по российской базе Хмеймим, как и по другим объектам в Сирии. Это может грозить столкновением двух ядерных держав – США и России. Сегодня, если действительно Дональд Транс выполнит те обещания, заявления, которые он сделал, если такие выпады завершатся еще и проведение военной операции, то это приведет, конечно, мир на грани очень серьезного конфликта на Ближнем Востоке, разгорание этого конфликта дальнейшее. Ну а за этим может последить более печальные последствия. В этой связи не стоит забывать про дело с Крепалей. Лондон, связывая два этих события – отравление Солсбери и использование Сирии химического оружия в той или иной степени именно с Россией, вызывает вопросы относительно тишина мировых СМИ по поводу Йеменского конфликта. Между тем, гражданская война на юге Аравийского полуострова сравнима с событиями Сирийского конфликта, а по количеству вовлеченных в нее сторон даже превосходит. Официальная позиция правительства России – сотрудничество с Западом, совместное расследование химических атак в Сирии и попытка предотвратить широкомасштабный военный конфликт. Аля Кашин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе свежих новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok